Пиковские истории. Сегодня мы находимся в ЖК Полярная 25. Стоимость квартиры здесь начинается от 250 тысяч рублей за квадратный метр и доходит до 450. А общая сумма начинается от 8 миллионов и доходит до 26 миллионов рублей. Погнали смотреть, что там интересного. Привет, меня зовут Алексей, эксперт компании Мистер Надзор. Я начинаю смотр с того, что прохожу с тепловизором, пока у нас еще позволяет погода, пока есть разница температуры между внешней средой и внутренней, более 20 градусов. Прохожу с тепловизором, осматриваю, соответственно, оконные конструкции, осматриваю внешние стены на момент промерзания, фильтрации холодного воздуха и еще какие-то замечания. В данном помещении все достаточно неплохо. Есть продува, нет, это все у нас как приточные клапана. Немножечко дует по петлям, но это особенность конструкции окон. Вот мы на тепловизоре хорошо видим, визуально видим работу приточных клапанов, поступление сверху воздуха с улицы. Для чего нам нужен приточный клапан? По существующему ГОСТу вентиляция в квартире обеспечивается за счет действующей системы вытяжной вентиляции и, соответственно, приточная вентиляция обеспечивается либо микропроветриванием окна, то есть откидыванием створки, либо наличием приточных клапанов. ПИК в своих домах не использует практически откидывание окон, это только на триэтажности выше 24 этажей, если не ошибаюсь, но использует, соответственно, приточные клапана. Для собственного удобства обычно смотрим квартиру, собственно говоря, по часовой стрелке слева направо. То есть, ну, начинается кухня-гостиная, потом пошла комната 1, комната 2, комната 3. Ну, здесь мы видим небольшое промерзание в углу на стыке, на стыке миноконного блока и подоконника. Скорее всего, это нарушение герметичной пароизоляции по нижнему шву. Соответственно, это замечание мы отметим в следующем. При осмотре тепловизма нехарактерный рисунок продувания. Подходим, видим картинку, что у нас вот приточный клапан перекошен. И он не закрывается, не открывается. Более того, он весь целиком перекошен. Да это ж круто! Какие у нас классные ребята работают! Больше замечаний, в принципе, нет. Промерзаний по стенам нет, есть только замечания по оконным блокам. Так, теперь мы закончили осмотр тепловизором. Теперь мы проверим в квартире основные, ну, как бы, самые важные для проживания. Проверяем вентиляцию, затем проверяем электрику. Вентиляцию проверяем с помощью термоанимометра, также компании Теста 425. Вентиляция проверяется следующим образом. Закрывается входная дверь. Открывается окно. И именно таким образом потом проверяется, собственно говоря, скорость потока воздуха вентиляции. Здесь мы видим, что у нас недостаточно скорости тяги вентиляции. То есть она сейчас здесь где-то 0,3-0,4 метра в секунду скорость потока должна быть 0,7. То есть почти в два раза меньше нормативной. Вентиляция у нас находится в том, где мокрые зоны, то есть это обычно кухня и санузлы. Идем проверять в туалет и в ванную. Здесь тяга вентиляции отличная. То есть вентиляция в доме работает, это вопрос именно настройки вентиляции непосредственно на кухне. И в ванная. Здесь тоже все отлично с тяга вентиляции. Вполне себе нормативная. Мы проверили вентиляцию. Сейчас мы будем проверять электрику. Электрику проверяем, как мы, соответственно, есть бесконтактный тестер. Есть тестер розеток. И мы, соответственно, вскроем электрощиток, посмотрим, как сделана подводка в электрощитке. Так, есть небольшое замечание к сборке электрощитка. Под один винтовой зажим заведено два кабеля, что не рекомендуется делать. Это касается заземления, это касается нулевой шины. Здесь тоже такое же замечание. Вот с этой стороны видно, что два кабеля заведено под один винтовой зажим. Какая разница? Вот какая разница? Ну какая разница? Так. Управление проверяем, чтобы работало заземление. За этими заглушками прячутся также подразительники. В них спрятаны выводы кабеля. Здесь для вытяжки, здесь для подсветки кухни. Так, сейчас продолжаем проверять электрику. Проверили кухню-гостиную, сейчас введем к санузел. Соответственно, проверяем работу выключателей. Розетка у нас не закреплена, прям болтается. В влажное помещение это недопустимо. Видим, что у нас блок розеток не закреплен, болтается. Есть зазор между стеной и розеткой. Это недопустимо, потому что розетки здесь влагозащищенные. Так, тут у нас просто розетка установлена криво. Это видно. Тут у нас розетки не примыкают к стене. Часто жильцы спрашивают про выводы кондиционеров именно в пиковских домах. Тут два варианта. Обычно это либо коробочка пластика, в которой выведена медная трубка и дренажная трубка. Либо все это спрятано в стене. То есть тогда запрашивается у управляющих компаний чертежи. Они показывают, где находятся непосредственно выводы. Стенка чуть разбирается. При монтаже внутреннего блока все это подключается. Здесь выводы спрятаны где-то вот в стене. Здесь у нас внутренний блок. Здесь вывод проводов для внутреннего блока кондиционера. В пиковских домах, соответственно. Корзина, которая сидит под окнами, это корзина соседей снизу. Ваша корзина, как правило, находится наверху. Так, закончили проверять электрику. Сейчас пойдем проверим, как работает вода в ванной комнате, в туалете. И потом пойдем проверять визуальную составляющую квартиры. Окна, стены, двери, полы, потолки. Так, соответственно, включаем смеситель. Напор воды есть. Смеситель не закреплен. Отражаем это. Унитаз смывается. Кнопка видно, что повреждена. Смеситель в ванной. Тоже не закреплен, он болтается. Скромно плитки. Проливаем шов примыкания в ванной к стене. Смотрим, лезем под ванную. Так, все сухо, нигде не протекает, течения нет. Симфон течет, обслитивный лифт течет. Тут все в порядке. Но вы замечали, что у нас весь стык просто грязный. Ржавчина на сливе в ванной. Хорошо заметно. В туалете есть забавный момент. Крышка бачка унитаза не подходит к этому бачку унитаза. Это разные серии. Она больше. Соответственно, не надевается. Окей, мы не знаем. Это не так устроено. Они там в космосе где-то. Обнаружены какие-то запасные детали в запчасти. Видно, что сам в себе этот экран весь помятый, деформированный. Требует замены. Мы закончили проверку коммуникации. Мы проверили вентиляцию, проверили электрику, проверили воду, канализацию. Сейчас мы будем проверять визуальные составляющие. То есть мы проверим сначала окна, а потом проверим стены, полы, потолки. На целостность, на наличие речек, царапин, прочих повреждений, загрязнений и банкоток. Кухня-гостиная, оконный блок. Что мы здесь обнаружили? Механические повреждения нижнего глухого стеклопакета. Механические повреждения подоконника. Царапины на профиле створки. Отвалилась накладка петли. И требуется регулировка створок. Характерный звук. Сосновый, поэтому... А, ну и еще здесь, да, царапины здесь. На профиле оконного блока. Я не хочу это видеть. Я хочу про это сказать всем. Закончили мы проверку окон. Теперь будем проверять стены и полы. Ровность, вертикальность и отклонение. Для этого используется двухметровый уровень и тот же самый электронный уклономер. То есть мы проверяем наличие или отсутствие отклонений от плоскости. Отклонение горизонтально. И отмечать будем отклонения, которые превышают нормативные. Почему двухметровая рейка? Потому что у нас в СНИПе прописана именно двухметровая рейка. При проверке стены двухметровой рейкой выявлено как отклонение от плоскости. То есть выявлено, что стена неровная. Отклонение более 5 мм. Да, тут есть такие моменты. Все то же самое. По СНИПу это называется неровность плавного очертания. Вот, как раз берем метру в рейку. Рейка прилегает сверху, прилегает снизу. В середине имеем большой зазор. То есть стена у нас неровная. Такие замечания, в первую очередь, проявляются, когда ставишь мебель, особенно встроенную. Потому что здесь, скорее всего, в этом месте будет встроенный шкаф, в котором будет стенка пола до потолка. И как раз он прижмется к стене. Здесь будет зазор. И этот путь всегда видно. Полы достаточно ровные, отклонений нет. Полы в квартире прям ровные. Прям очень даже хорошо. В последних квартирах, в которых мы принимаем, пик практически ушел от монтажа плитки в кухонных зонах. Сейчас везде в кухне используется влагостойкий ламинат. У нас люди часто приходят, смотрят у них в проекте, предварительно в дизайне нарисовано, что должна быть плитка. А плитки нету. Сдают вопросы. Как же так? У нас нет плитки. В договоре между пиком и покупателем всегда прописано, что пик имеет право поменять материалы и проектные решения. Лампа Лосева, проявочная лампа, малярная лампа, то есть называют ее по-разному. И всегда смысл в том, что он обеспечивает боковой свет, который позволяет нам увидеть все неровности, все перепады, все стыки. Это просто небольшое отслоение. Его видно и слышно. Тут присутствуют какие-то задиры на обоих. Все, тут слышно. What the fuck? Ну что, мы закончили осмотр квартиры. В общем-то, все на самом деле не так плохо. Есть замечания, которые относятся к существенным, допустим, как слабая тяга вентиляции на кухне. Но оно легко устраняется. Скорее всего, это устранит попророчная компания. Просто его настроят. Есть много замечаний по стеклопакетам, по оконным блокам. Как механические храждения самих стеклопакетов, так и вопросы к их монтажу. Потому что в комнате номер один, в комнате номер три, есть отклонение от вертикали. Множественные механические храждения подоконника, глубокие царапины, скорее всего, пойдут под замену, потому что такие храждения не реставрируются. То, что касается стен. Отклонения от вертикали нет, но есть множественные неровности при проверке двухметровой рейки. Сверхнормативные, 4-5 мм, которые требуют демонтажа обоев и ремонта. Также у нас входная дверь плохо закрывается, необходима регулировка. По санузлам у нас из самого забавного, это что у нас бачок унитаза не совпадает с крышкой бачка унитаза. Заходишь, и одно на другое не попадает. В санузле один в туалете необходима замена пластиковой панели, потому что она деформирована. Скорее всего, лежала где-то под солнцем, и она вся искривлена. В ванной необходимо закрепить смесители. Не закрепил смеситель раковины, не закрепил смеситель в ванной. Есть скол на плитке, есть дефекты монтажа плитки, есть трещины на швах. По межкомнатным дверям. Они установлены ровно, но две двери, комната 1 и комната 2, не закрываются. Полотно двери задевает коробку двери. В электрощитке есть замечание к проводке. Под один винтовый зажим заведены два кабеля. Обзор квартиры от ПИК ЖК Полерн 25 завершен. Оставляйте комментарии под этим видео, подписывайтесь на наш телеграм-канал, следите за новостями. С вами был Алексей, компания Мистер Надзор. Субтитры подогнал «Симон»!